На первом канале мы встречаем нашего следующего участника, который попал сюда, пройдя кастинг. Его зовут Арам Маргарян, ему 24 года и представляет он город Сочи. Я работаю в ювелирном магазине постоянно, ювелиром. Моя работа связана с металлом, с огнём, с водой. Я это делаю хорошо, у меня это хорошо получается, но я пользуюсь авторитетом. О программе я узнал, когда посмотрел первый раз. Это единственная программа, которая даёт человеку раскрыться. Ну и у меня тоже есть кое-что, что я могу показать. У меня есть целая минута для этого. Вы откроете для себя новое, то, что вы не видели до сих пор. Вы даже не представляете, что я умею делать. Большую часть своего времени Арам проводит на тренировках в зале. И времени для игры на аккордеоне совсем не остаётся. Так что Арам, недолго думая, решил совместить любимые занятия. Посмотрим, что из этого вышло. Арам Маргарян, город Сочи. Арам Маргарян, город Сочи. Кульминационная часть композиции. Арам Маргарян. Арам Маргарян, город Сочи. Арам Маргарян. Арам Маргарян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сочетание симпатичного, обаятельного человека, который владеет инструментом, это уже много Поэтому то, что вы взгромозделись на эту вот рею и висели вниз головой, это такой какой-то атовизм, такая нелепость, вы напоминали сцену Я понимаю, что шутка, но это было похоже на последние моменты жизни аккордеониста, попавшего в плен к людоедам Костер уже горит Да, и его заказали как раз сыграть на прощание Мне просто казалось, что с вашими внешними данными и вашими талантами как музыканта, можно было бы сделать что-нибудь понарядней, какой-нибудь номер Это все мило, обаятельно, но это нет Спасибо, в любом случае, спасибо Нет, говорит Александр Евгеньевич У нас с вами, опять-таки, последняя надежда на Татьяну Никитишну, которая, я знаю, я читал интервью, она очень любит номера, где аккордеонисты висят вниз головой Слушайте, ну послушайте Нет, давайте держаться каких-то все-таки раз навсегда, более или менее выбранных Не поддавайтесь на бровки домикам Орама Это у нас между собойчик Это у нас между собойчик, просто Татьяна Никитична, она любит Юго-Восточную Азию и Кавказ Это не Юго-Восточная Азия И Кавказ, вы не дослышали Я люблю Кавказ, да, верно Вот мы про это сейчас цикарим Мы родом и тут И пока вы любите Кавказ, Татьяна Никитична Тем не менее, при всей моей любви к Кавказу, я хочу, чтобы мы держались каких-то раз навсегда поставленных, хотя и очень шатких правил Все, что касается номера как такового, висения вниз головой, это было так ужасно Даже и не комично, это были муки и корчи действительно человека, которому плохо, неудобно и противоестественно играть Он репетировал в хрущевке просто Вот эти два молодых человека-помощника, которые держали этот шест ледоедский, они были разного роста, поэтому еще и трудно было висеть, потому что шел под углом этот шест Это было чудовищно, просто чудовищно Но если это убрать, вычесть из того, что мы видели, то останется просто очаровательная рамка, которая очень лихо играет на аккордеоне А таких много, и я не могу вот просто так сказать, ой, играет на аккордеоне, давай сюда на миллион в очередь стройся Я бы хотела поблагодарить от всей души, нам очень нравится, как вы играете на аккордеоне, но у нас тут, понимаете, немножко как-то иначе Поэтому мы вас целуем, обнимаем и провожаем Так что, извините, нет А можно я кое-что скажу? Можно, конечно Спасибо Пока я ехал сюда, я, честно говоря, думал, что когда я буду уже висеть, нажмутся пин-пин-пин, и я просто упаду Спасибо, что вы не нажали, дождались, спасибо Вот, на самом деле я просто получил свою минуту, спасибо большое, очень приятно Что ж, Арам Маргарян из Сочи, единогласным решением членов жюри, выбывает из борьбы Но он совершенно прав, продолжая его мысль, он получил самое главное, минуту славы на Первом канале Провожаем, Арама Провожаем, Арама Родители танцуют, а сын подбирает Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова